Абель Санчес считает, что его подопечный, бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин не обязан заключать контракт с онлайн-стримингом ДАЗН. Элейдер Альварес прокомментировал заявление россиянина Сергея Ковалева о том, что Колумбой ЦЕО повезло в их первом поединке. Андре Уорд дал понять, что вероятность возвращения в спорт ради поединка с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком крайне мала. Слушание по драке команд Макгрегора и Нурмагомедова перенесено на 29 января. Всем привет, вы на канале Футбокс, самые актуальные новости бокса, ММИ и футбола, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Тренер Авель Санчес считает, что его подопечный, бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин не обязан заключать контракт с онлайн-стримингом ДАЗН. По мнению Санчеса, конфликт телеканалов не помешает проведению третьего боя Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом. Геннадий уже выслушал все предложения, окончательное решение он примет после Рождества и Нового года. Он обсудит все детали с адвокатом и семьей, затем озвучит свое решение, уверен, он примет самое лучшее из предложений, и я не думаю, что желание встретиться с Альваресом в третий раз заставит Головкина подписать контракт с каким-то телеканалом, если третьему бою суждено состояться, то нет никакой разницы, с какими каналами бойцы сотрудничают, сказал Авель Санчес. Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Лейдер Альварес прокомментировал заявление россиянина Сергея Ковалева о том, что Альваресу повезло в их первом поединке. Напомним, первый бой Ковалева и Альвареса состоялся 4 августа 2018 года, победу нокаутом в седьмом раунде одержала Лейдер. Реванш состоится 2 февраля 2019 года в городе Фриско, штат Техас, США. То, что Ковалев сказал, что это ошибка и что мне повезло, является мотивацией для меня, он неудачник. И я позабочусь о том, чтобы случился второй такой же несчастный случай. Я ожидаю, что Ковалев будет сильнее в этом втором бою, ожидаю, что Ковалев будет в лучшем состоянии, потому что он не будет недооценивать меня на этот раз. Но я полностью осознаю это, сказала Лейдер Альварес. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд дал понять, что вероятность возвращения в спорт ради поединка с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком крайне мала. Бой с Усиком. Я на пенсии, что будет, если вернусь? Послушайте, я не знаю, об Усике слишком много, я начал слышать о нем 6 или 7 месяцев назад и не видел его выступлений до поединка с Тони Белю, вокруг него очень много ажиотажа. Но кажется, он хороший боец, сказал Андре Уорд в интервью. Атлетическая комиссия штата Невада перенесла слушание по делу о беспорядках на турнире UFC 229. Изначально оно должно было пройти 10 декабря, но было перенесено на 29 января 2019 года. Напомним, что на UFC 229 после главного поединка турнира, в котором Хабиб Нурмагомедов защитил титул легкого веса в бою с Конором Макгрегором. Началась массовая драка в октагоне, и за его пределами, в потасовке принимали участие как сами бойцы. Так, их команды. Атлетическая комиссия приостановила лицензии Конора и Хабиба. А также удерживает половину гарантированного гонорара Нурмагомедова за бой в размере 2 миллиона долларов в ожидании завершения разбирательства дела. Ранее Макгрегор получил одобрение на неявку на дисциплинарное слушание 10 декабря, вслед за ним аналогичное одобрение получил Нурмагомедов. Субтитры создавал DimaTorzok